В этот день траурный митинг в сквере боевой славы объединил ветеранов боевых действий и их родственников, представителей администрации и общественных организаций, депутатского корпуса и казачества. О важности сохранить память об этой трагической странице в истории нашей страны еще раз напомнил глава Анапы. Сохраняя конституционное право, сохранение территории, борьба с терроризмом, вот какие задачи ставили перед нашими воинами наша Родина. С восхищением хочу сказать о тех, кто самоотверженно принимал участие в этих боевых действиях. С благодарностью хочу сказать о тех, которые погибли. Более 20 анапчан навечно вписаны в историю нашего города воинской славы, Кубани, России. Звание Героев России получили майор Виктор Амельков, майор Вячеслав Евскин и лейтенант Андрей Туркин. Их именами названы улицы в Анапе и Краснодаре. В числе участников мероприятия – мамы ребят, которые погибли в Чечне. Их горе безутешно, но подвиг их сыновей бессмертен. Наши мочишки остались на веке 19-летние и 20-летние. Мы их воспитали. Воспитали настоящими мужиками, которые в своих письмах писали нам, что кажется им, что мы все нуждаемся в их защите. И это так. Я с каждым годом с болью смотрю на нас и вижу, что с каждым годом нас становится все меньше и меньше. И чем дальше уходит этот день, я очень боюсь, чтобы не ослабевала память о наших мальчиках. Иерей Виталий Долинский провел траурную панихиду. В память о погибших прозвучал оружейный салют. В завершение митинга глава Анапы Юрий Поляков, представители Международной полицейской ассоциации, ветераны и руководители общественных организаций возложили венки и цветы к памятному знаку погибшим в Чеченской республике. Руслан Душевский, Анапа, Регион.